Американские морпехи Британские истребители Вместе с украинскими военными Около 5000 военнослужащих задействованы в учениях Сибриз Глубокий тыл противника Украинцы, американцы, грузины и молдаване Объединились в одну батальонно-тактическую группу Словосочетание, которое многим запомнилось после начала войны на Донбассе Фактически это усиленный батальон с возможностью автономно проводить операции Вместе с морскими пехотинцами Американские, грузинские, республика Молдова и Украина Вместе снищением объектов, которые находятся в том районе Это склады ПММ и боеприпасов Вместе с украинскими морпехами В рейде по центру украинские погранвойска Обход справа за грузинами Слева молдаване и американцы Задача американской стороны в этой операции была помочь молдавскому подразделению Провести предварительную защиту объекта и прорвать линию противника Следующий этап подготовки после рейда в тыл противника Это стрельба минометной батареи морской пехоты США Украинские же морпехи демонстрируют возможности Без парашютного десантирования с вертолета Используют эту технику при высадке на пересеченную местность Крыши зданий или же палубы кораблей Совместно работают украинские танкисты И американские противотанковые подразделения Последние используют 25-мм пушки Бушмастер И управляемые ракеты ТОУ Морские пехотинцы США и военно-морских сил Украины вместе отработали тактические действия Обменялись опытом, сравнили, какие отличия есть в наших подразделениях У нас была возможность провести совместную тренировку, применяя машины ЛВ и украинские танки Вони занимали оборону, мы своими танками на них наступали Тоді ми обмінювалися помилками, встановлювали взаимодію И уже вносили корективы в наше навчание Наприклад, вчора мы дизналися, что их противотанковые засоби ведут в огонь Только тогда, когда спостерегают на поле бою две противотехники В целом, украинские морпехи объективно наиболее боеспособная часть военно-морских сил С 2014 года они регулярно получают опыт на Донбассе На сегодня морская пехота используется не как морская пехота в классическом понимании Тобто наступальный рейд военно-морских сил А как, быстрее, береговая оборона, предназначенная для обороны Азовского и Черноморского узбережья Дея на сходе и противодействия России в формате перешкоджения проведения морской десантной операции Параллельно с береговой проходит воздушная часть Сибриз Это порядка 30 самолетов и вертолетов Задействованы британские истребители Еврофайтер Тайфун Они взлетают с аэродрома Констанца в Румынии А также американский Пи-8 Посейдон с авиабазы военно-морских сил НАТО Сиганелла в Италии Кроме привычной авиации в учениях принимает участие турецкий Байрактар военно-морских сил Украины Главная роль беспилотника во время учений – это разведка в Черном море Это расширяет наши возможности по разведке и целевказанию А также потенциально по возможности нанесения ударов с беспилотников по надводных целях Безусловно, главная часть Сибриз пройдет на море По легенде, ожидается десантирование противника на Тендровской косе, острове Змеиный и на Бессарабском направлении Украина зарезервировала для учений районы в международных водах Но параллельно Россия проводит свои боевые стрельбы кораблей, проверяет в оккупированном Крыму авиацию и системы ПВО По данным Главного управления разведки Минобороны, из-за украино-американских учений Кремль вывел в море все корабли Черноморского флота Я не могу говорить за Россию, чувствуют ли они напряжение Но я могу сказать, что мы давно присутствуем в регионе И все, что мы делаем, не подразумевает конфронтации А скорее демонстрирует, что Черное море открыто для всех стран мира Его международные воды И мы будем поддерживать и гарантировать это Да, здесь идет такая невооруженная схватка Россия пытается постоянно не только количество учений увеличивать Но и все больше увеличивает площадь тех районов Акватории Черного моря Которые она объявляет закрытыми для проведения военно-морских учений Мы фиксировали такие факты, когда одномоментно Как бы для проведения учений было закрыто до 45% Акватории Черного моря Это огромная территория При этом, что характерно, на самом деле учения проводятся в меньшей части вот этих закрытых районов По словам Андрея Клименко, 95% товарооборота украинских портов идет через Черное море Все эти грузы проходят небольшое по морским меркам окно в 50 миль от острова Змеиной До захваченных Россией буровых платформ на Черноморском шельфе Перекрыть этот трафик не так уж сложно И соответствующие планы у России, уверен эксперт, есть Есть понятие военно-морской мощи И когда в Акватории Черного моря нет серьезных ударных кораблей Астронатонии Черноморских Это окно возможностей для российской агрессии с моря Одним из факторов того, почему у нас не случилось 2 мая 2014 года Одесская народная республика Это было присутствие в те дни в Черном море военных кораблей не Черноморских стран НАТО То есть это крайне серьезный, сдерживающий фактор На море мы не способны выполнять никаких комплексных заданий У нас немало в целом противокорабельных ракет, у нас немало зенитно-ракетных комплексов, у нас немало гидроакустики Мы можем на море выполнять какие-то ограниченные функции в мирный период или в особенный период Украина при помощи Великобритании рассчитывает получить ракетные катера От США патрульные Айленды и Марк 6 Есть договоренности купить у Турции корветы, но на это уйдет еще как минимум несколько лет А пока присутствие кораблей-партнеров и в том числе такие учения, как Сибриз Один из главных факторов свободного судоходства в Черном море